Сегодня мы поговорим о витаминах группы А с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство, наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом, в качестве благодарности вы сможете получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну тогда начнем. Витамин А. Это группа близких по химическому устроению веществ, которая включает ретинол, витамины 1, оксирофтол и другие ретиноиды, обладающие сходной биологической активностью. Дигидра ретинол, витамина 2, ретиналь, ретинен, альдегид витамина 1 и ретиноевую кислоту. К провитаминам А относятся каротиноиды, которые являются метаболическими предшественниками витамина, а наиболее важным среди них является бета-каротин. Ретиноиды содержатся в продуктах животного происхождения, а каротиноиды – растительных. Все эти вещества хорошо растворимы в неполярных органических растворителях, например, в маслах, и плохо растворимы в воде. Первым витамином, открытым учеными, стал ретинол, обладающий мощными антиоксидантными свойствами. Именно поэтому его и назвали витамином А по названию первой буквы латинского алфавита. Группа веществ витамин А – один из так называемых жирорастворимых витаминов, помимо Д, Е и К, которые усваиваются в организме человека в присутствии жира. Такие витамины не растворяются в воде. Интересно, что витамины этой группы помогают друг другу в своей работе, взаимно улучшая усвоение и активность. Например, А и Е, А и Д, поэтому часто эти витамины назначаются для комбинированного приема. Организм человека способен поглощать от 75 до 100% ретинола и от 10 до 30% бета-каротина из продуктов питания. Как уже было упомянуто, первый можно получить из пищи животного происхождения, второй – из растительной. Наиболее богаты витамином А рыба, печень, яйца, молочные продукты, растительные масла, листовые зеленые овощи, желтые и оранжевые овощи, а также фрукты и томаты. Некоторые готовые злаковые завтраки обогащают витамином А. Для взрослого мужчины суточная норма витамина А составляет примерно 900 микрограмм, в то время как для женщины – 700. Скорее всего, многим в детстве говорили, что для хорошего зрения нужно есть морковку. Все потому, что витамин А в самом деле участвует в процессах, связанных со здоровьем глаз и состоянием зрения. Во-первых, он необходим для такого процесса, как адаптация зрения к темноте. Во-вторых, он может воздействовать на снижение риска потери зрения из-за возрастных изменений и дегенерации желтого пятна глаза. Еще этот нутриент полезен для кожи, увлажняет ее, нормализует выработку кожного сала, регулирует пигментацию, участвует в обновлении и производстве клеток эпидермиса, а также стимулирует выработку такого вещества, как коллаген. Он отвечает за эластичность кожи. Помимо этого, витамин А важен для иммунной и репродуктивной функции. Недостаток этого вещества может приводить к торможению выработки сперматозоидов у мужчин, а у женщин может влиять на период беременности и здоровья ребенка, увеличивать риск возникновения различных патологий и задержек в развитии. С точки зрения иммунитета, это вещество тоже играет немалую роль. Он участвует в важном процессе – синтезе лейкоцитов, антител и новых клеток слизистых и эпителиальных тканей, которые служат естественным барьером между телом и внешней средой. Дефицит витамина А может привести к ряду неприятных последствий, таких как неспособность видеть при слабом освещении или в темноте, слепота, респираторные заболевания, повышенный риск анемии, а также уязвимость перед инфекционными заболеваниями. Отправляйте пост друзьям, родным и близким – эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольное исследование, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!